Привет, друзья! Спасибо, что смотрите и комментируете ролики на канале. На дворе новогодние праздники и почти в каждом доме установлена елка. А видео будет посвящено редким новогодним игрушкам. Я запускаю новую рубрику под названием «Обзор коллекций». В рамках этой рубрики я буду показывать вам разные интересные коллекции, а иногда приглашать гостей в эфир. Так что, уважаемые коллекционеры, пишите мне, буду рад с вами познакомиться и пообщаться. Наверняка у вас дома есть елочные игрушки, а у некоторых сохранились старинные от бабушек и дедушек. И сегодня в видео я покажу вам подборку елочных игрушек и расскажу, как определить стоимость игрушки и где ее продать. Все цены в видео будут реальны и взяты с аукциона «Виолити», где можно выгодно продать и купить елочную игрушку к себе в коллекцию. Ну что, поехали! Довольно большим интересом на аукционах, особенно в новогодние праздники, пользуются редкие елочные игрушки. Но как же определить стоимость именно той, которая у вас? Обычно игрушек много и они находятся в специальной коробке для елки и игрушек и достаются раз в год, ну или реже. Для определения приблизительной стоимости игрушки можно обратиться к специальному каталогу елочных игрушек. Прямо сейчас вы видите его на своем экране. Данный каталог мне предоставили для видео ребята из магазина «Антиквариата». Спасибо большое им за консультацию и за предоставление интересных игрушек для обзора. Минус этой книги, что ее нужно где-то раздобыть или купить, а она довольно большая и дорого стоит. Но, думаю, в интернете можно найти экземпляры для ознакомления в бесплатном варианте. А более простой и удобный способ понять реальную цену, это посмотреть цену на аукционе. Лично я купил несколько елочных игрушек на барахолке, довольно дешево, где-то порядка за 10 гривен за одну игрушку. И давайте посмотрим, какая стоимость этих игрушек, если продавать их через аукцион Виолити. Итак, первая елочная игрушка – это вот такая машинка. Давайте посмотрим, по какому формату, как это можно просто написать. Мы пишем «Елочная игрушка» и ищем в проданных лотах. Елочная игрушка «Машина» в каталоге она там стоила порядка 10 долларов, но мы видим, что вот реальные проходы, реальные продажи, вот 72 гривны, 101 гривна. То есть вот такая вот машина, вот 105 гривен, мне обошлась в 10 гривен на барахолке. Ну и довольно интересная, кстати, довольно интересная машина. Продавалась она аж в прошлом году, то есть в этом году пока мы не нашли. Какая особенность вообще в коллекционировании елочных игрушек? Если это елочные игрушки из стекла, ну вы понимаете, что чем сложнее хранить ваш коллекционный материал, экземпляр, тем у него стоимость и ценность может быть больше, особенно если это какая-то редкая вещь. Например, книги. Очень сложно хранить книги, особенно старинные. Нужно определенные соблюдать параметры хранения, чтобы ни влага не попадала, ни солнечный свет. Игрушки. Каждый год наверняка эти игрушки бились на елках, бились в тех местах, где они хранились, эти ящики, возможно, ронялись. И игрушек становилось все меньше и меньше. Сейчас, как я думаю, довольно они находятся на спаде по ценам, то есть не сильно дорого и можно довольно дешево покупать, особенно если ходите вы по каким-то барахолкам и выбираете там эти игрушки. Довольно дешево можно их покупать, но ценность, скорее всего, у них будет расти, потому что, во-первых, им уже сколько лет, особенно если игрушки 30-х, 40-х, 50-х годов могут быть у вас в коллекции. Вот. Ну, если это хрупкие, вот такие вот из стекла. Есть еще второй вариант этой игрушки из ваты по пьемаше. Они гораздо раньше по времени и по ценам в каталоге, мы можем посмотреть, что они действительно гораздо дороже могут оцениваться, чем некоторые игрушки даже из стекла. Хотя нужно тоже смотреть индивидуально. Давайте посмотрим, что у нас есть по елочным игрушкам, какие игрушки вот сейчас у нас продавались. Как мне подсказали эксперты, которые собирают елочные игрушки, конечно, в основном ценится очень тематика. То есть, какая тема данной игрушки. Это мультфильм или еще что-то. То есть, конечно, те, которые тематические, они гораздо-гораздо ценнее и интереснее. Есть, конечно, агитационные, которые вот использовались в качестве агитации политической. Ну, на них не такой большой спрос, как на те, которые являются тематическими игрушками. Из каких-то персонажей сказок, вот довольно интересные. Если посмотреть какие-то самые дорогие, которые продавались, это тоже мы можем отфильтровать на сайте. Вот мы видим 50-е годы. Гляньте, видите? 50-е годы. То есть, они могут быть очень редкие по тиражу и состоянию. Конечно, в этих игрушках очень важно, чтобы они были не биты, без трещин, в хорошем состоянии. Сохранить такую вот игрушку в таком состоянии довольно сложно. Вот давайте посмотрим на конкретном примере. Игрушка, которая продалась почти за 350 долларов. И вот такую игрушку довольно сложно сохранить, чтобы и краска осталась, и прищепка, и не было на ней сколов. Вот как нужно было хранить данную игрушку, чтобы вот такое состояние у нее было. Более детально, конечно, я не смогу подсказать конкретно по производителю, вот где эта игрушка, нужно посмотреть в каталоге более детально. Вот здесь мы можем посмотреть елочные игрушки, может, сделанные своими руками. И довольно красивые и тематические. Смотрите, очень-очень. И продажа, как по мне, 83 доллара за такую вот ручную игрушку. Я, честно говоря, не знаю, какой здесь возраст. Ну, наверное, там 40-е где-то годы, 30-е. Довольно, довольно раритетно. И с одной гривной обычно стартуют торги. Удалось даже вот подержать эту игрушку в руках. Вот смотрите, вот так вот она выглядит. Довольно простая. Честно скажу, если бы я не знал, что это игрушка, которая столько, столько лет, и я бы не заметил в ней какой-то коллекционной составляющей. Или вот, смотрите, можем тоже посмотреть. 57 долларов, 1500 гривен. Ну, это продавалось, видите, 12-12-18 года. Довольно свежая продажа. И показывает, что интерес к этой теме есть на самом-то деле. Просто он не такой большой, как, например, к монетам или чем-то еще. Потому что не такое большое количество людей следило. Хотя 32 человека, которые были заинтересованы данной продажей, у нас в Украине есть. Возможно, если как-то эту тему разрекламируют, то гораздо больше будет человек. Видите, 20 человек. Но есть коллекционеры, которые занимаются этой тематикой. Но моё личное мнение, что тема очень интересная. Можно в истории проследить, как менялись игрушки, какие были тематики, какие были новогодние, агитационные игрушки, сказочные персонажи. Довольно интересно. Вот целая подборка. Вот можно посмотреть даже продажу целой подборки. Вот такой вот коллекции. К сожалению, я тоже как-то пропустил. Но не совсем моя тема. Но мне бы хотелось... Если есть люди, которые занимаются игрушками, тоже напишите мне, интересно, ваше мнение. Какие игрушки у вас самые редкие, что вы цените в своей коллекции? И как вы храните? На самом деле, наверняка, каждая ёлочная игрушка как-то хранится не просто в ящике, особенно когда она стоит под 1000 гривен, а возможно в какой-то специальной коробке. Я, честно сказать, не знаю. Наверняка есть. Вот тоже довольно интересная игрушка. Голова клоуна. 40 гривен она была выставлена. 1000 гривен она получила. Очень красивый персонаж. Игрушка-богатырь на прищепке. Ну, конечно, видно следы времени, какие-то коцки. Но обязательно всегда, я думаю, дополнительные фотографии публикуются. Сейчас, к сожалению, мы не видим, потому что нет комментариев. Вот такую игрушку я приобрёл на барахолке. Обошлась она мне в 70 гривен. Взял её исключительно, чтобы показать вам в обзоре, какие могут быть ещё игрушки, которые не вешаются на ёлку, а непосредственно стоят рядом с ёлкой. И довольно симпатично смотрится. Есть такой Дед Мороз, есть такая вот снегурочка. Она сама по себе на ощупь бумажная. И сделано у неё керамическое лицо. Давайте посмотрим на аукционе, сколько же может стоить вот такая вот игрушка. Потому что цену, я так сказать, можно и торговаться на базаре и так далее. То есть цены могут быть разные. Давайте посмотрим, какие были продажи подобных игрушек. Ну вот по запросу снегурочка мне выдались сначала дорогие лоты, как я поставил посмотреть. Довольно, кстати, интересные. И я такого не видел. Ну, по пьемаше я говорил, что да, что они довольно ценные. И тут довольно интересный такой лот. И цена 6000 гривен. Конечно, и состояние более-менее такое красивое. Вот мы даже смотрим, кто производитель. Вата. Снегурочка ватная идёт. Давайте посмотрим, какие ещё бывают снегурочки. Вот с Дедом Морозом. Вот это более-менее похоже на то, что у меня более поздняя. Дед Мороз такой вот тоже указано. Но всё равно не совсем соответствует. Не соответствует той, которая у меня. Давайте посмотрим, какие ещё вот есть. Это, конечно, снегурочка подороже. Фабрика. Гляньте, как она сделана. Специальные подставочки. Тоже, я так понял, бумага, вата. Тут сейчас вот если мы увидим к ней паспорт соответствующий. Из чего, собственно, в каком году была сделана, да. Дата выпуска штампом поставлена 60-е годы. Давайте дальше. И вот ещё тоже снегурочка. Танецкая фабрика. 66-й год. Видите, 60-е годы. Довольно дорогие. И состояние тоже важно, чтобы было на них хорошее. И вот похожая снегурочка, которую я нашёл. Прям в коробке, да. 250 гривен, одна ставка была сделана. Ну, тут сложно сказать, потому что лот только один продан. Похожий. Но вот это более-менее похоже. И состояние хорошее, как по мне, по фотографиям. Дополнительных фотографий не делал. Дополнительных фотографий тут не видно сейчас. Ну, вот подобная, подобная. Подобная снегурочка может стоить до 200 гривен. В принципе, конечно, главное, хорошо сфотографировать, выставить и продать. Если вы занимаетесь вот таким вот продажей такого плана игрушек. Кстати, да, да. Вот такая вот, вот так вот может стоить данная снегурочка. Ну, я напоминаю, что на барахолках реально можно встретить что угодно. От самых дешевых, простых вариантов до каких-то супер раритетных и интересных. Вот, например, как вот данный пример. Действительно, я такого и не видел. Только благодаря вот интернету можно посмотреть, как такие вот довольно интересные лоты. Прям даже, видите, даже в коробке она сделана. Друзья, спасибо, что посмотрели этот ролик. Я надеюсь, он вам понравился. Если понравился, ставьте лайк. Напишите в комментариях, что думаете вообще по поводу елочных игрушек. Насколько их стоит коллекционировать. Что вам бы понравилось в коллекционировании таких игрушек. И вообще, что вы коллекционировали. У кого какие коллекции, напишите, поделитесь в комментариях. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok